Я сейчас наблюдаю перед собой выбор оружия, тут терминал, и тут получается как мишень, по которым я могу потренироваться, пострелять. То есть полигон такой своеобразный. Помимо визуальных, что называется, фишек, эффект погружения создают и физические взаимодействия. Например, отдача оружия при стрельбе. Иван Иванов – член киберспортивной сборной Державенского университета. Видеоигры любят довольно давно, но взаимодействовать с командой обычно предпочитают непосредственно через монитор. Все-таки так привычнее. Но, говорит, и новый формат опробовать тоже нужно. Спустя месяц, который прошел после закрытого бета-тестирования, много чего изменилось. Стало как будто приятнее находиться в игре. Появились новые плюшки визуальные, то есть скины какие-то там у персонажей, скины на оружие появились. И в целом тут намного приятнее, чем у других виртуальных арен. Можно также заметить, что на площадке много рисунков. Это специальная разметка, по которой в пространстве ориентируются очки. Играть можно как одному, так и целой командой до 10 человек. Арена размером около 300 квадратных метров, что позволяет свободно хоть бегать и прыгать, не принося дискомфорта другим игрокам. Интересно, что помимо развлекательных игр здесь есть еще и VR-лаборатории. В них можно, например, пройти обучение по взаимодействию с опасными химическими элементами. Игроки передвигаются свободно, без каких-либо проводов и ограничений. Достаточно просто надеть очки и погрузиться в виртуальный мир. Провели экскурсию по новому пространству не только для первых игроков, но и для руководителя региона. Максим Егоров лично познакомился с первой VR-площадкой в области, разработанной полностью на отечественном программном обеспечении. Отличаемся от конкурентов тем, что мы будем поддерживать мощную виральную систему в приложении. То есть пользователь будет не просто прийти один раз, получить какой-то фан и уйти. Пользователь будет находиться в целой экосистеме, он будет развивать своего персонажа. В виртуальной реальности он может приходить сюда несколько раз подряд, получать разные дополнительные награды, собирать свои скины. Обратились айтишники к Максиму Егорову и с просьбами. Одна из компаний хочет обустроить за свой счет территорию рядом со своим офисом в центральной части Тамбова, перед дворцом бракосочетаний. Сейчас там еще и большие проблемы с проездом и парковкой. Очень просим помочь нам с ГАИ, потому что мы хотим еще сделать одностороннее движение со знаками, с инвалидной парковкой. То есть все вот в рамках нашего проекта. Также айти-компания рассказала о том, что постоянно нуждается в специалистах, поэтому самостоятельно проводит разного рода обучение. Предложил свое содействие глава региона и в этом вопросе. Сколько вам нужно квадратных метров? Не очень много. Я думаю, что у нас будет онлайн занятие, оффлайн. Мы планируем набрать до 50 человек в этом году. Так как мы делаем тестовые заводы, поэтому 50 человек. Ну просто у вас будет место, мы вам прям сделаем место. Если вы скажете, что там должно быть, мы прям в проект заведем, ждем два помещения. Максим Егоров поручил рассмотреть возможность организации диджитал-пространства для молодых программистов на базе новых школ в областном центре. Полина Матовникова, Илья Тырса, Данил Лычко, Область новостей.